доброе утро начиная новый блог мы отправляемся в одну интересную поездочку сегодня и вот у нас два чемодана но у нас только ручная кладь большой чемодан с собой не уберем компьютера дроны и какие вещи друзья а направляемся мы чинкуа т.р. а именно в городок монтароса альмара ну я надеюсь мы посетим монаролу и рио-мажоро едем на 4 ночи а это наша уже такая знаете каждый год традиция мы были в том году там мы были позапрошлом году и вот решили этот год тоже не пропускать так что едем в квартиры это очень красивая лигурийская побережье я думаю многие же видели у меня влоги на канале с этих мест но если нет то вот впервые посмотрите остановка на автогриле 2 бриоша саша кофе americano а у меня ребята чай потому что я уже как три недели не пью кофе пью только чаи или какие-то травы различные в общем я за зож теперь стану настоящим зож ником начало первого мы приехали припарковались все здесь плотничком но парковка бесплатная в общем туда ниже если вы спускаетесь там парковка уже для местных жителей желтые полосы там парковаться нельзя мы на белых полосах и будем сейчас идти вниз туда без приключений не обходится дом где мы заселились в общем по дороге к нему упала дерево ой на большое и вот здесь теперь витали дольфоко в общем специальной службы пытаются все это дело разобрать ждем в нашу очередь в ресторане следующим образом на ступеньках ресторан называется san martino встретили наших подписчиков здесь сейчас молодой человек подошел поздоровался сфоткались в классный ресторан здесь местные со вкусной кухней не то что знаете для туристов непонятно что бывает приготовят я его всегда рекомендую когда мы здесь я вот планирую взять себе лазанью алирагу очень вкусно и у них вообще здесь все просто супер а цены вот восемнадцать семнадцать тринадцать шестнадцать вот так san martino гастрономия ребят называется наш заказ принесли два бокала вина вода и лазанья алирагу по стоимости потом в конце скажем цену место хорошее у нас такой маленький столик утромный и нас даже посадили впервые всех и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Направляемся домой, такие красивые здесь дороги, все зелено, жарко, температура в конце августа Сегодня, если не ошибаюсь, 28 августа и температура плюс 30 градусов, завтра будет плюс 31 Субтитры сделал DimaTorzok Наше место, где мы живем, выглядит следующим образом Показывать особо нечего, это просто одна комната, здесь кровать, шкаф, две тумбочки И вот стул, куда мы повесили вещи Имеется кондиционер, это хорошо И здесь просто ванна Все необходимое есть Душ, как бы вот фен Все, ребят, рум-тур окончен Стоимость такого жилья очень бюджетная Здесь в Монтеросе мы остановились у нашей знакомой Направляемся сейчас на бесплатный пляж Вообще у нас пляжный отдых начнется с завтрашнего дня Так с утрецов дарим, знаете, хорошенечко А сейчас идем и разведаем Здесь есть два небольших Монтероса, бесплатных пляжа И вот мы планируем на них попасть Потому что уже начало седьмого, понятное дело Да и вообще, в принципе, даже платные пляжи Они работают чуть ли не до пяти, до полшестого А потом нужно собираться уходить Что я могу сказать? Вода 28-го у нас до августа Не такая уже теплая, когда мы были на Сардинии В середине июля Водичка уже попрохладнее здесь, ребят, в Монтеросе Солнца уже нет Вот получается кусочек бесплатного пляжа Он выглядит следующим образом А здесь уже видите платный пляж с этой стороны И с этой стороны платный тоже начинается здесь Продуктовая лавка возле нашего дома Так интересно, очень отличаются фрукты и даже овощи От того, что в супермаркете Во-первых, потрясающие сливы Очень крупные Арбуз такие маленькие Знаете, вот я вижу апельсины тоже особые В супермаркете они какие-то крупные А здесь такого среднего размера 3 евро килограмм Яблоки 3,50 Персики 4,50 Виноград Такой интересный Даже есть клубника Клубника по 3,50 Дыня, короче, класс В принципе, выбор неплохой Для такого маленького ларечка ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Зашли в местный магазинчик Купили на 14 евро фруктов Виноград Такие вот шикарные сливы Крупные, сладкие должны быть И упаковка ягод Черники Будем брать, значит, получается Виноград с собой завтра на пляж Ну, я думаю, сливы Чернику, наверное, съем сегодня Черком На ужин мы пришли в ресторан Тагобьяна Кстати, здесь мы никогда не были Взяли вино, салат И миста фритто Салат выглядит следующим образом Зеленый салат, морковка Помидоры здесь Оливковое масло я добавила И соль И пришло уже наше миста фритто Очень горячее Как правило, его здесь поливают лимоном Смотрится аппетитно И порции достаточно большие Закончили мы наш ужин По чеку вышло 58 евро Это два салата Вы видели, ребят? И два миста фритто И маленькое вино Сколько у нас вино? 200 Умкуартина на русском 250 миллилитров на двоих вина Редактор субтитров А.Семкин доброе утро друзья от заспанных лиц в общем 8 утра сейчас и мы прошли здесь и на пляжах вообще еще монтерос альмара никого нет 300 встают отдыхающие очень поздно мы тоже конечно хотели поспать подольше бы часиков идеале до 11 но не хочется выходить на пляж и обгорать получать ожоги мазаться этими всеми кремами как-то тоже сильно нет большого желания мы идем на завтрак и потом я думаю часика два два с половиной покупаемся позагораем когда утреннее солнце еще не очень сильно и наверное будем разворачиваться я думаю идти домой у нас будет тур по интересным местам вкусным что немаловажно на завтрак вот могу порекомендовать бар фокачери антонио вчера мы открыли еще два классных места когда отсюда выйдем я вам потом их покажу здесь вкусные фокаччи самое классное которое мне нравится пока час сыром здесь у нас саша в ожидании в телефончике доброе утро в ожидании значит своего завтрака надеюсь нам его рано или поздно принесут а вот и наш завтрак подъехал мы ждали пока чем именно хотели с сыром заказать потом нам было необходимо было ждать пока она спекется здесь две фаготина с шоколадом и пока час сыром у меня чай у саши кофе еще неплохое место ресторанта или габьяно мы здесь были один раз но в принципе все что нам принесли было все вкусное нам понравилось что могу его тоже порекомендовать здесь прямо монтеросо находится но и обязательно это место фарна и монтеросо наконец-таки в этом году мы уже посидели здесь потому что до этого всегда как-то думали наши фокачери тоже классно но здесь тоже вкусная фокача есть сладости общем на завтрак на обед для такого быстрого перекуса хотела показать вам по поводу парковки мы-то припарковались на горе на бесплатной парковки как я говорила и там ничего не платим но есть парковка непосредственно в городе монтеросо и здесь такие цены кому интересно скриньте вот летний вариант стива инвернале это зимний и вот такие вот расценки 25 евро джернато энтеро целый день такие вот да цена можно на ночь поставить ночью просто с 10 вечера до 8 утра на ночь если ставишь 50 копеек час допустим у нас обед мы пришли снова в сан мартино и сегодня взяли впервые попробовать в этом месте такое блюдо это холодное блюдо здесь получается осьминог с картошкой салата диполпа это что спараджи с помидорами спарджа да и здесь просто какие-то морепродукты миди кальмары и так далее и водичка и хлеб ну что как вкусно а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мы приехали на прогулку в Рио Маджоре Ура! Купили билеты Билеты нам вышли, по-моему, на двоих 16 евро Платил Саша, я сейчас у него уточню Мы их купили в автомате Можно купить с помощью продавца Непосредственно в киоске, на HD Но можно купить и в автомате Если вы в силах справиться с этим В общем, мы их купили в автомате Что еще из интересного? Платили наличкой У Саши в телефоне карта Contactless Но почему-то эти автоматы Я не знаю, в этом году или они сломаны Или что, в общем, не принимали оплату с телефона Хорошо, что у нас была наличка В общем, мы заплатили наличкой Так что ребята обязательно иметь с собой наличные Какие-то деньги мелкие В идеале 5, 10, 20 евро Вот такие вот 16 евро это в одну сторону А обратно дешевле у нас 10 евро вышло, да? Ну да, получается 26 Возможно, 26 в две стороны Не помню, как называется фрукт это или нет Но, в общем, вот эту вот тему с этих кактусов Продают в итальянских супермаркетах Единожды я пробовала и мне не зашло Возможно, необходимо дать второй шанс Продолжаем прогулку нашу Здесь такая церковь историческая И будьте здоровы, мужчина И мужчина чекнул И здесь всегда местные жители часто ходят на службу Мы когда были год назад И здесь такой вот потрясающе красивый вид в Рео Маджоре Есть еще вид классный И основной, наверное, там, где подплывают кораблики Но этот вид наверху Кстати, ребята, деревушка Рео Маджоре Она была основана Вот я пришла в угол в тринадцатом веке еще Славится здесь своим вином Здесь есть виноградники Занимаются местные жители производством вина Понятное дело земледелие Наверное, в легкой форме какое-то животноводство Не знаю, курочки, что здесь может быть у них Ну и, понятное дело, тоже туризм Зарабатывают на туризме, на туристах Потому что в такие красивые места Как бы все едут И здесь я обратила внимание В этом году очень много испаноговорящих То есть испанский, я не знаю Бразильский, да Есть мексиканский Я когда работала в фирме Эти языки немножко отличались Когда мы заказывали переводы у компании То есть это были различные главы Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ну что, вот тот самый козырный вид Который в первую очередь все ассоциируют с Rio Maggiore Там, где мы были с вами до этого Немногие поднимаются просто наверх Многие приплывают сюда на корабликах И тусуются, скажем так, внизу Не хотят, скажем так, напрягаться, а подниматься наверх Но я вам советую это сделать Потому что тот вид тоже очень интересный Там красивые домики, интересные улицы Вообще, как сюда добраться, ребята? Из Милана едет поезд до Дженовы Можно доехать и потом берете следующий поезд И который идет между всеми этими пятиземлями Он здесь ходит Можно на этом поезде ездить и выходить Можно купить вообще недельный билет Чтобы дешевле было Или есть билет тоже на день В общем, да, можно сэкономить На поездах сюда можно добраться из Милана В принципе, без проблем Закатик наш накрылся Пришла такая туча достаточно плотная Но мы успели пофотографироваться Все поснимать красиво по солнышку Сейчас будет хорошо гулять Потому что нет яркого выжигающего солнца Конечно, по яркому солнцу сложно гулять Вообще прогулки летом Это такое себе еще удовольствие На пляже находиться, да Но вот гулять, конечно, да Необходимо себя преодолевать Люблю гулять осенью, весной Даже, в принципе, зимой Вот когда очень жарко Это непросто Но мы не жалуемся Прогулкой довольны Городок очень красивый Чинкватеры, как всегда, великолепные Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мы выдвинулись в Моноролу Я сегодня купила себе в аптеке спрей от комаров Алтан, по-моему, называется Не знаю, поможет он мне или нет Очень комарики меня любят Вкусные я Вкусная кровь, наверное, для них не знаю Мы были в Рио Маджоре И они мне вечером скусали все ноги Вот, и я начинаю не лечить Когда они меня кусают У меня все это начинает делать Ухаться Чтобы сегодня прогулка не нервировала Я никого тоже не нервировала В общем, мы зашли, купили этот спрей Будем надеяться, что это рабочая вещь Вообще, я таким редко пользуюсь Когда Ну вот, сегодня попробуем Что еще я хотела сказать, ребята Мне кажется, я не озвучивала оценок Какие сейчас на лежаки В 2024 году в Чинкватере Значит, на целый день Зонтик 2 лежака 35 евро На полдня 25 Вот мы сегодня были на пляже И мы заплатили 25 Традиционный вид Монороля Если мы спустимся Пойдем, получается, вниз И прямо выйдем Как раз-таки На бухту Где купаются, прыгают с камней Пляжей здесь вообще никакого нет Если в Рио-Маджоро Там есть небольшой пляж Спрятанный тоже, кстати Нужно знать, где он находится То в Монороле необходимо купаться Прямо с камней Вот такая вот красота Сушится белье Многие селятся В том числе и здесь Туристы Не только в Рио-Маджоро Или Монтерос-Альмара Но в том числе и в Монороле Вид на Моноролу В этот раз В этом году нам повезло В том году, когда мы были Было облачно И пасмурно Даже я бы сказала И всей этой красоты Конечно, не было видно Закатного солнца не было И домики были серые Но сейчас то, что нужно Субтитры создавал DimaTorzok 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 Хотела, друзья, прокомментировать Один комментарий, который поступил К предыдущему видео Сказать свое мнение Это же ужасно Как можно было после программиста Стать блогером И смеющийся смайлик Очень сильно Это как учиться в Кембридже И пойти торговать на рынке Значит, там разговор В предыдущем видео Был о том Как бы это была рекламная Общая интеграция Ну и как бы превью к рекламной интеграции Я говорила, что я работала программистом в Италии Потом я уволилась И стала блогером У меня поступил такой коммент Если сказать в двух словах Я не считаю это какой-то деградацией Или, не знаю, чем-то плохим Плохо быть на своей работе Нелюбимой И бояться что-то изменить Вот Я не побоялась И изменила И в принципе сейчас могу сказать Я довольна Всем не знаю, как будет дальше Будем надеяться, что будет Или так же, или еще лучше Но я не жалею Где-то год уже прошел Да, как я уволилась Осенью, получается В том году я уволилась Вот будет Осенью Как я открыла здесь Портитуиву То есть я официально зарегистрировалась Как частный предприниматель Начала платить налоги То есть все официально Как бы не шутки Да, это дело тоже Поэтому да, я довольна Надеюсь, что будет еще лучше И как бы сидеть На нелюбимой работе Мне кажется Как было в моем случае Я не говорю, что все Кто работают в офисе Или где-то Не на себя Это плохо У многих людей Есть любимые работы Им это очень нравится Но в моем случае Было не так Здесь я работала Программистом Больше, наверное, так сказать По нужде Потому что это была Та работа И та профессия По которой можно было Здесь в Италии Найти работу И потому я выучилась Дома онлайн И пошла Скажем так Трудиться Вот Что ты скажешь Вообще Ты же программист У нас Счастье быть программистом Саша на рынке Кстати, тоже Вот торговал Но у него получается У меня даунгрейд Как пишет девушка А у него апгрейд В общем-то Все те профессии В которых она сказала Я практически везде был И на рынке работал И блогером каким-то был И программистом Потому, по-моему Во-первых Чтобы делать такие умозаключения Нужно, ну, как минимум Побывать И на одной И на другой стороне Если эта девушка И бывала И блогером И программистом Может быть Тогда у нее Есть, наверное, право Так утверждать Потому, что Если ты не был Не там-не там Я подозреваю Что, скорее всего Не там-не там Потому, как ты можешь судить То, где лучше Ну, во-первых Прорамистом Это вообще не то Чтобы ты выиграл Джекпот по жизни И счастье тебе пришло Во-первых Это та профессия Которая Ну, ты должен быть К ней Как-то предрасположен На мой взгляд Потому, что Это Ну, не каждый человек Видит себя В этой работе Кто-то может попробовать И как бы Слиться Сразу Очень быстро Как я Нужно как бы Понимать О чем говорить Что такое Программист И с чем он сталкивается И какого типа Это работает Ну, я не быстро Слилась Сколько я Пять лет Проработала Да, потому что Не было Какого-то другого Пути Которого бы Ты видела И так далее Какой-то другой Альтернативы Потому Я бы не сказал Что это какой-то Даунгрейд Действительно Я бы это сказала Если Ну В идеале Работать там Где тебе Эта работа Нравится Есть действительно Люди Которые Программисты От бога Я их так называю Потому, что Я работаю Программист Но это тоже Не моя профессия Я работаю Просто Можно сказать По нужде Вот Есть такие люди Которым Действительно Это нравится От души Да Тем, которым Нравится Но опять же Наверное Тем, кому Не нравится Они, наверное Не пойдут В блогеры Хотя Есть и такие Которые Работали И в гугле И шли В блогерство В ютюб И так далее Таких примеров Можете В ютюбе Поискать Таких ребят Которые Расскажут В чем Их проблема Была Вот А во вторых Мне кажется Я тебе перебью Что Кажется Что Программист Многим Это как Показывают В кино Ты программишь Вот так Все летает Я уже тебе сказал Что Это Завышенное Возможно Не совсем Понимают В чем Заключается Работа И что Это Такое Потому Они Так Считают Потому Что Сейчас Программирование На хайпе Все Рекламы Рекламной Интеграции Про Вот Идите В Айти Программирование Там Люди Много Зарабатывают Денег Ну Может Быть Они Много Зарабатывают Опять же Много Мало Это Тоже Вопрос Такой Размытый Для кого Много Для кого Мало Относительный Но Никто Обратную Сторону Естественно Вам В рекламе Не рассказывает Через Что Нужно Проходить Какой Это Стресс Бывает И Какой Это Взрыв Мозгов И так Далее Просто Нужно Сидеть Большую часть Работы Искать Не 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 Рассказывать Какие Детали Не Об этом Пренебрежение К блогерам Получается Типа Сравнение Как Вообще Не И К торговцам На рынке Ну да Прям Комментарии Почему Торговля На рынке Это Плохо Это Раз Почему Блогеры Это Как Торговцы На рынке Потому Что Во-первых Это Человек Который Подписал Я так Понимаю Он Что Нигде Блогеров Не Фоловит Где-то В инстаграм В ютюбе И так Далее Или Он Фоловит И Ненавидит И Думают Ну Как Б У него Представление Что Это Плохие Какие-то Профессии Какие Ужасные Люди Как Какие Несчастливые Главное Какой У них Доунгрейд Произошел Короче Получается У тебя Не было Блогерства Последняя Надежда Ты Ничего Не Умешь Сидишь Блогером Ну Можно И так Сидеть Но Как Б Смотря Ким Блогером Ну И Тоже Люди На Рынке Тоже Профессия Тоже Работают Сами На Себя Простите Идите На Рынок И Покупайте У этих Людей Помидоры Огурцы И Скорее Всего Эти Люди Намного Более Счастливы Чем Те Которые Сидят В Офисе Единицы Тех Тех Сидят В Офисе Считаю Действительно Хотят Там Сидеть И Как Кто Торгует На Рынке Ну По Крайней Мере Ясное Дело Там Тоже Всякие Стериализаторы И так Далее Ну Не знаю По Мому Это Сравнение Некорректное Как Минимум Потому Что Нужно Быть И Там И Там Как Минимум Чтобы Так Заявлять А Скорее Всего Вряд Ли У Нас Так Получилось Вряд Ли У Кого Был Такой Опыт Потому Моя жизнь Возможно Жалкая И Вот Так Вот Я Спустилась К Существованию К Своему Ты Могла Сейчас Конечно Сидеть В офисе Сколько Сейчас Время Возможно С Переработками Как 7 45 Ну Можно Было Сидеть В офисе Сейчас Быть Ну Ты Как Бы Здесь Закат Встречаешь Ну Что Я Могу Тебе Только Посочувствовать Плачешь Потом За кадром Какая Ты Несчастная С Несчастная О О В Зайдем в ресторан с видом на закат, Алла Марина называется, возьмем Миста Фритто, потому что в Лигурии необходимо заказывать Миста Фритто, в Ламбардия это стоит в разы дороже, если вы садитесь, только необходимо заходить прям в очень хорошие какие-то рестораны, они как правило дорогие, в Лигурии это более доступно, Алла Марина, в принципе неплохие отзывы. Столик у нас здесь, палю тебя здесь, столик у нас кажется, что есть окна, но окон как бы нет, и здесь внизу тоже все проветривается, вот эта порция, я честно не ожидала, большая порция, да? Ну прям можно было, да, можно было, ну даже напополам брать. Короче, мы здесь надолго сейчас, пока я все это съем. Финальный счет. Начнем с того, что мы просто ворвались в этот ресторан на богатом, мы просто подошли, сказали, что нам не нужно меню, просто принесите нам два блюда и вина. Два места фрит, да, да. Что вообще делать так не нужно, конечно, но мы как обычно. А потом когда уже сели, думаем, так, а сколько оно сейчас стоит? Посмотрели по отзывам, как-то низковатые у них отзывы и оценки. Что дорого все пишут? А все из-за того, что в основном пишут, что завышены цены, мы такие, ну понятно, как обычно мы попали. Ну ничего, мы ожидали за два места фрита, вино и накрытие, и воду, около сотки, но вышло дешевле, 73. Да, а почему мы ожидали, потому что в Милане мы как-то сели так на Брэре и заплатили за места фрита 35 с человека. А здесь 25, а здесь 25 и порция огромная была. Да, большая порция вкусная была. В принципе, она стоила 25, потому что обычно за 18 приносит два раза меньше. Да, супер, да, прям большая порция. Да, души покушать, да. А еще мы сейчас с Сашей говорили, сколько на день вот необходимо, по-твоему? Ну, в нашей с тобой ситуации сколько выходит? Если ты хочешь есть в ресторанах хорошей едой, то в принципе сотка на двоих за еду ты можешь укладываться. Ну, на обед салат, да, такой салат он большой. Салат, скокачи, да, что-то на пыли, наоборот на ужин. А один раз в ресторане как-то более подороже, если есть. Ну, вот как у нас ужин был, да. Обедали мы сегодня салатом с тобой. Да, если хочешь сэкономить подешевле, но это, наверное, только если на пицце сидеть. Если пиццу есть, то, наверное, полтинник те будет, как-то на двоих за день. Да, в среднем на двоих сотка, по идее, да? Ну, хорошо покушать сотка, да. Если очень хорошо, то больше, считай, 150. Лимитов нет, конечно. Ну, да, да, да. Ну, если ты будешь и обедать в ресторане, так, и ужинать, так. Еще обязательно, когда покупаете билеты, не забывайте их пробивать здесь. Если нет, будет штраф. Ребята, мы вернулись домой из Лигурии. И это наша закупка, потому что у нас пустой холодильник. В общем, что мы взяли и сколько мы за это заплатили. Быстренько пройдемся. Значит, обязательно в порядке кефир. Мы его с Сашей пьем для кишечника, для желудка. В общем, полезная тема. Далее, мы последнее время, ну, не злоупотребляем, но делаем такой ленивый десерт со слоеным тестом, которое мы покупаем в супермаркете. Там нам потребуется яблоко, потребуется персик и сливы. Далее, два кочана кукурузы. Саша сможет, конечно же, мы их отварим так есть, грызть. Я не смогу, возможно, ножиком посчищаю. Ну, посмотрим, захочу ли я этим заниматься или нет. Здесь бананы, ягоды для меня. Что у нас здесь? Мы будем делать гуляш. Это лук, морковь и говядина. Затем Филадельфия на завтрак. Бананы. Это сушеные помидорки. Их можно тоже на завтрак, на бутерброд или просто в салат зеленый. Мы часто делаем зеленые салаты. Авокадо. Авокадо мы, как правило, едим на завтрак. Мы его намазываем на хлеб. Дыня. Сейчас сезон дынь. И здесь и арбузы, и дыни продают. И вот мы их сейчас и покупаем. Затем сливы. Сливы будем просто так есть. Или еще, вот как я вам сказала, на этот ленивый наш десерт. Мы их будем тоже использовать. Цитная капуста. Просто мы ее отварим. Здесь рукола и, значит, такой вот салат, смесь. Я с брекетами, как вы знаете. Я вам уже рассказывала в предыдущем влоге эту историю. Кому интересно за мои брекеты, за их стоимость. Вообще стоимость стоматологических услуг в Италии. Я рассказывала об этом в предыдущем влоге. Пожалуйста, посмотрите. В общем, я это все буду шинковать для себя мелко. Печенку мы мелко нарежем с луком. Потушим. Вот. Ну, это там нам с Сашей на раз. Здесь петрушка. Необходимо будет ее заморозить. Хлеб. И на завтрак здесь колбаса. Такая в вакууме. Сыр. И мы взяли такую нарезку. Кстати, хотела вам показать, как здесь интересно. Ну, мне кажется, наверное, так везде. Но это не точно. Не знаю. Как здесь вообще нарезку в Италии. В супермаркете Салунга мы делаем закупку. Как здесь ее упаковывают. Они нарезают. И потом делают, так интересно, по слоям. И эти слои они разделяют вот таком вот салфановой бумагой. И здесь несколько, две или три. Слой бумага, слой бумага. И потом еще вот фольгу дополнительно. А потом еще такая вот упаковка. Еще одна идет. В общем, куча слоев. Все это дело нам вышло, ребят, по стоимости. Значит, 73 евро с копейками. Ну, в общем, 74 евро получилось. Приготовим ленивый десерт. Мы в последнее время с Сашей чистенько его делаем раз в неделю. Точно. Когда приезжала моя мама, она вначале подумала. Ну, так, сомнений у нее были. Но когда она попробовала, она сказала, что выглядит это среднее по итогу. Но по вкусу очень-очень вкусно. Ей все понравилось. Так что я решила вам тоже показать этот простой десерт, который мы делаем. То, что нам потребуется, это сахар, это персики, сливы, яблоко, тесто слоеное, нож, досточка, специальный нож, чтобы чистить яблоко и персик. Вот, что я еще хотела добавить. Я пробовала такой десерт, ребят, делать еще с киви. Но с киви как-то нам не сильно понравилось. С персиком намного вкуснее. Так выглядит промежуточная стадия. Я почистила яблоко, его нарезала и персик я просто нарезала, поэтому я не стала его чистить. И разделила сливой. Сейчас я порежу сливой и затем займемся тестом. Наше тесто, я его положила на противень, разделила на 4 части. Ну и теперь приступаем к самому творческому процессу. Будем выкладывать фрукты и добавлять немножко сахара. И потом ставить в духовку, я думаю, минут на 20 градусов, на 180. Получились у нас такие красивые, шикарные квадраты. Как вы видите, я немножко загнула концы. И сейчас я добавлю по чайной ложке на каждой из них сахара. Еще я добавила корицы, кроме сахара, для запаха и для небольшого вкуса. Все-таки осень у нас впереди, уже близко, не за горами. Ну все, пробуем на 180 градусов ставить на 20 минут. Возможно, на 25, посмотрим. Пока ставлю таймер, я решила на 20 минут. Если вдруг они будут сыры или не особо готовы, то тогда еще на 5 минут продлим. Но в любом случае буду поглядывать, чтобы ничего не сгорело. Кстати, классный таймер, я им очень довольна. Это мы его покупали с листом. Да, Zara Homburg написано прямо. Наш десерт готов. В общем, выглядит все это следующим образом. Я не добавляла никакие 5 минут. По итогу все это запекалось 20 минут при 180 градусах. Я вилкой попробовала. Сейчас яблоки, сливы, все мягкое, все пропеклось. Пусть это дело остывает. Позже поставлю себе чай. В общем, и буду, так сказать, кайфовать и монтировать этот влог. В предыдущем влоге, кто смотрел, мы обсуждали брекеты, как я говорила, мои. И меня попросила одна из подписчиков показать мои средства гигиены зубной полости. В общем, долгие годы я уже пользуюсь пастой Sensodyne или Sensodyne. Ну, в общем, классная паста. Постоянно я беру разные версии. Это закончится. Допустим, потом возьму для отбеливания. В следующем месяце возьму, не знаю, для чувствительных зубов. Но именно бренд мне в моей стоматологии посоветовали именно этот. Далее, тоже долгие годы уже со мной. Это зубная нить Oral-B. Именно такой вариант серой Pro Expert. Очень классная. Прям кому советую. Все очень-очень довольны. Она чуть дороже обычной нити. Но, ребята, она просто супер. Зубные щетки тоже периодически меняю. Какого-то бренда определенного зубных щеток нет. И, в общем, все. Вот эти вот три вещи у меня были и до брекетов. С постановкой брекетов у меня появились такие вот ершики, чтобы прочищать между зубами. Естественно, понятное дело, чтобы там пищи не оставалось. Все дела. Это никому не нужно. Да, такие вот ершики. Они ломаются. Допустим, две недели ты ими пользуешься. А потом они как бы израсходуются уже. Периодически нужно их обновлять. И покупать такие упаковки. Ну и все, в принципе, все просто. Такой набор у меня есть. Еще знаю ирригаторы. Ну, как бы, я не знаю, есть смысл его покупать или нет. Если кто-то им пользуется, дайте знать, стоящая эта вещь или нет. Вообще, сколько, кстати, они стоят по цене. У кого есть брекеты или даже у кого нет брекетов, тоже люди пользуются, я знаю, ирригаторами. В общем, мне будет интересно ребят почитать, если вы пользуетесь им и как вы вообще довольны или нет. Ребята, спасибо большое, что посмотрели этот влог. Я вас приглашаю в свой телеграм-канал. Я его редко рекламирую. Как правило, я всегда пишу об инстаграме и забываю про свой телеграм. А там я делаю посты интересные. Про мероприятия, которые проходят в Милане. Вот я делала недавно пост при мероприятия, которые будут в сентябре. Далее я делала пост о винтажных, антикварных рынках, которые будут проходить в сентябре. Все это дело добавляю, как бы сопровождаю атмосферными фотографиями. И, в общем, много там полезной и интересной информации. Также публикую анонсы, когда выйдет или не выйдет влог. В общем, приглашаю вас присоединиться. Если у вас есть телеграм, я думаю, вам понравится этот канал. Также подписывайтесь на YouTube. И на инстаграм. И увидимся скоро в следующем видео. Всем пока. Спасибо за просмотр. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok